ну что всем привет начнем полировку нашей бмв начнем устранять наши косяки точнее мои и поехали начнем мы с того что поводим маркером наши потеки дабы не потерять их наметим чтобы мы знали где они и потом не искать их так света у нас маловато так 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 смотрим ведь подтеки 1 1 1 1 все в принципе готова подтеки мы наметили не я не специалист по полировкам ну думаю у нас все получится так все потеки мы все были и самые жирные тоже надо наметить которые у нас получились есть все потеки мы наметили берем нашу микрофибру смачиваем и убираем всю грязь машины потому что песчинок не должно быть они сделают нам только хуже так готова протираем резиновой тряпочкой так берем наше лезвийка делаем 2 делаем вот такое вот приспособление и начинаем срезать наш потек пробовать лак у нас уже высох хорошо потому что время пошло прошло после покраски месяца два можно не бояться его срезать он уже сухой да но уже печальный такой специальный обычный канцелярский нож посмотрел пару лайфхаков срезать что-то не раз или он недостаточно острый его правильно надо не срезать а вот такими движениями убирать потеки наконец-то у нас получилось немного вот так и потек убран срезать не рекомендую потому что попробовал срезать ну не очень эффект поэтому лучше вот такими движениями вот смотрите потек сразу видно где он идет его границы и и если мы будем срезать мы будем делать зарезы в лаке которые мы практически потом мы не сможем сполировать а вот такими движениями мы его снимаем и потом легенько я думаю у нас все получится заполировать поэтому поехали дальше пробовать все и теперь так все потеки а кто это к нам пожаловал что это за кружочки это не заигрывает известные косяки лайфхак работает это когда я красил пошли потеки лака и теперь их надо убрать вот такими способами мы срезаем лак потеки лака это какой-то лайфхак на ютубе посмотрел я сначала попробовал их срезать но не очень но когда срезаешь зарезы остаются в лаке и потом их навряд ли ты уберешь а вот такими движениями ты его прям срезаешь и будет а что ты сегодня вообще планируешь сделать я планирую замыть я планирую сейчас поубирать потеки иначе замывать когда красить 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 ты не уже покрашиваешь ты не будешь красить генировать только да ласточка и мусор тоже можно это мусоринка ладно я ушел дальше заниматься видео само себя не смонтирует видео 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 У нас есть такая машинка Еще я ни разу не пользовался Тысячный круг Попробуем На водичке надо побольше Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Да, нужно быть аккуратным, потому что обороты большие, можно спалить лак И вот он походу Или просто забивает нашу наждачку Или мало воды, поэтому он таки просыхает лак Поэтому нужно больше воды Так, ну что, смотрим, что получилось А что у тебя пузик мокрый? Вспотел Так, а где наша резиночка? Это резиночка Это резиночка Вот Да, надо еще полторушкой сейчас мы добьем И будет получше И будет получше Здесь она тоже легенько пройдем Так На сегодня все Ну что, братва, всем привет У нас идет процесс замывки Подготовки под полировку Вот такой у нас сегодня результат Машина замыта Двушкой Сейчас мы пройдем еще два с половиной Вот такой вот И будем начинать полировать Багажничек замыли Тут крылья поубирали Мусор Грунтовка что была Легенько прошелся я Две с половиной Ну что же, приступим Бежим две с половиной Бьем водичку И погнали Круговыми движениями И замываем Пойди сюда Вот так Телефон держи И меня снимай Твой телефон? Нет, мой Нет, мой Нет, мой Какой фон А? Смотрю, как раз Он не такой тебе Фильм У меня такая классная камера Замытка под полировку Конечно такое себе удовольствие Очень щепетильная и долгая Вот такой оранжевый круг Foreclad G3 Пробуем 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 Надо только смочить Стойку поставил Вот так Когда я все Вызаснимал Наносим Пенсионера Пенсионера Можно Пенсионера Подписывайтесь на наш канал Попробуем Продолжение следует... 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 У нас машина после покраски, поэтому мы использовали средний круг, потому что жесткий нам не нужен. У нас свежая машина окрашена. Мы взяли средний круг и финишный круг. И так само и пасты. Ну, такое отличие. Надо просто делать, не бояться. Просто берешь и делаешь. Повторил. Это круг не тот, машинка не та, паста не та. Просто берешь и делаешь. Да, и не останавливаешься. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Можем сказать, что в таком гаражном способе полировки потратили мы на нее примерно... Давай заново. Все, полировка окончена. Могу сказать, что даже в таком гаражном способе, на который мы потратили примерно часов шесть, наверное. И две недели. Часов шесть, наверное. В принципе, результат виден очень хорошо. Машину мы перекрасили. Перекрасили с некоторыми недочетами. В конечном итоге мы их переполировали. Сейчас она выглядит очень даже отлично. На 5800. Подписывайтесь на канал. Смотрите наши видосы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...